Привет друзья! Сегодня я хочу рассказать вам про интересный проект InMusic. Это блокчейн экосистема музыки. Музыка на сегодняшний день составляет неотъемлемую часть жизнь жизни многих из нас. И сейчас мы поговорим каким образом затронет проект InMusic все области связанные с музыкой, объединив их в одном удобном для использования месте. Неограниченные функции платформы включают прослушивание музыки, онлайн, обширная коллекция музыки, возможность зарабатывать на прослушивание музыки, источник дохода для музыкантов, блокчейн система управления правами на цифровую информацию, подтверждение авторских прав, прострачная система голосования и многое другое, что может нам предоставить блокчейн технологии. Что найдут здесь музыканты? Первое конечно же это прибыль за прослушивание музыки и участие в голосованиях. Автоматические выплаты владельцам авторских прав, связь со слушателями, увеличение публики, сотрудничество с организаторами, о возможных записах и распространении своих произведений. А какие преимущества получают публика и фанаты? Получение итоги за подтверждение голосования, отслеживание качества музыки, приглашение всех других участников, то есть реферальная программа, доступ к лицензионному музыкальному контенту, получение процента от прибыли за содействие музыкантов, например, увеличение количества прослушиваний благодаря вашему голосованию, обновленной информации о музыкантах, концертах, общениях, билетах. Все это будет благодаря токенам системы. Токен будет обозначаться IC, Inmusic Cash, будет она привязана к американскому доллару и равна будет стоимость одному центу. Токен будет необходим для P2P, транзакций, внутри системы, для выплат, для подтверждения голосования, прослушивания. Токен работает на основе структуры данных Tangle, истории Yoda, для которой не нужны блоки цепи и майнер, а следовательно и нет оплаты за транзакцию. SoundCoin основан на технологии блокчейн и может храниться в любом электронном кошельке, поддерживающем эфириум токены. Эти токены можно будет приобрести и потратить на платформе, на приобретение различной продукции. Для более детальной информации нужно ознакомиться с белой бумагой.